Приветствую всех любителей видеоигр. Сегодня я подготовил для вас обзор лучших игр, вышедших за первую половину этого года. Готовы узнать, какие игры становятся настоящими хитами и заслуживают вашего внимания? Тогда лайк и давайте начнем. Elder Ring – Тень Древа Эрт. Это нашумевший ролевой боевик в мрачном фэнтезийном мире, действие которого разворачивается в землях теней, где вас ждут новые тайны. Отправьтесь в долгое путешествие и исследуйте полные опасности земли в своем темпе. Открывайте неизведанные места, сражайтесь с грозными противниками и наслаждайтесь вкусом победы. Следите за увлекательным взаимоотношением героев, погрузитесь в истории, полную драм и интриг, которые никого не оставят равнодушным. Исследуйте огромный мир с открытыми полями и гигантскими подземельями, преодолевая смертельные опасности и радуясь успехам. Развивайте героя по своему вкусу, наращивайте мышцы или постигайте таинство магии. Также в игре имеется уникальный сетевой режим, приближающий вас к другим игрокам. Manor Lord – стратегическая игра в эпоху средневековья. В центре игровых механик реалистичный процесс строительства зданий и напряженные поединки с вражеской армией. Строительный элемент базируется на исторических данных о городах и деревнях. Все постройки представлены в игре максимально достоверными. Ландшафты и типы местности влияют на процесс формирования поселения. Создавайте торговые маршруты, налаживайте рыночные отношения с соседними городами и займитесь экономическим процветанием поселения. Назначайте разные занятия поселенцам. Они будут заниматься возведением сооружений, другие впахивать плугами поля, третьи располагать железо, пасти овец и так далее. Занятий представлено огромное множество и каждому жителю найдется работа. Мир развивается динамически. Присутствует смена дня и ночи, а также сезонов. Меняется погода, жители города могут подходить болезни. Также поселение может охватить война, нищета, голод и другие беды. Военные юниты представлены пехотой, конными всадниками и осадным оружием. Баталия представляет собой полномасштабные войны с участием огромного числа юнитов. Разрабатывайте тактику и повышайте навыки солдат. Отряды имеют параметры усталости и боевого духа, про что не стоит забывать. Last Epoch – это многопользовательская родевая игра, которая перенесет вас в совершенно потрясающий фантастический мир. Ваш герой попадает в альтернативную реальность, погруженную в кромешную тьму. Темнота и сопутствующие ей большие несчастья заставляют человечество продолжать выживать под землей, где люди могут спастись от многих стихийных бедствий. Вам предстоит взять на себя роль одного из счастливчиков, которым посчастливилось избежать смерти и сохранить рассудок. Вы решаете свою судьбу, пытаясь найти способ прогнать тьму и вернуть следующее поколение в их дома на поверхности. Подготовьте соответствующее снаряжение и отправляйтесь в путь. Вы должны подняться в воздух, где царит темнота, а значит вам понадобятся яркие факелы. Исследуйте окружающую обстановку и ищите любые знаки или подсказки о том, как справиться с тьмой. Вам придется иметь дело с бесчисленными монстрами, которые скрываются во тьме, поэтому не стесняйтесь поднимать оружие против каждого существа, которое осмелилось наброситься на вас. Продолжайте свой путь и постарайтесь найти то единственное верное оружие, которое сможет вернуть яркий солнечный свет. Сэнья Сага Хэйблейд 2 Это приключенческая игра с видом от третьего лица, в которой кельтская воительница Сеуна отправляется в путешествие по подземному миру Хэльхейм. Здесь сочетаются напряженные бои, сложные головоломки и глубокая личная история. Игра выводит новые механики, такие как возможность управлять стихиями и развивает боевую систему, основанную на комбо из предыдущей игры. Виртуальный мир обширен и захватывающий. В нем представлены сложные окружения, отражающие травматический опыт главной героини. Игрок путешествует по таким мирам, как огненный Йотунхейм, разлагающийся Нильфхейм и разросшиеся корни мирового древа Игдрасиль. В игре затрагиваются темы психологического здоровья и травм, поскольку Сеуна отправляется в путь самопознания и исцеления. По пути она встретится с богами и монстрами норвежской мифологии и должна будет встретиться со своим собственными демонами, чтобы противостоять королевстве мертвых Хэля и спасти душу своего любимого человека. Helldivers 2 предлагает захватывающий опыт в виде шутера от третьего лица, действие которого происходит в футуристической утопии Суперземля, где вы берете на себя роль Helldivers, элитного солдата, призвана защищать свободу и основные ценности своего общества от неумолимых инопланетных угроз. В этой захватывающей игре есть возможность объединить усилия с четырьмя друзьями по сети, отправляясь на опасные миссии, которые охватывают окружающие планеты. На каждом объекте есть уникальные условия, враги и цели, что обеспечивает увлекательный и постоянно меняющийся игровой процесс. В игре протагонист обладает обширным арсеналом оружия, позволяющим обрушить на противников сокрушительную мощь. Нужен ли танк, механизированный костюм, ракетный удар с воздуха или жизненно важное снабжение, авантюрист получит в распоряжение все эти ресурсы. Кроме того, дружественный огонь представляет собой постоянную угрозу, приводящую как к юмористическим, так и к трагическим последствиям. Эффективная коммуникация и координация действий с товарищами по отряду играют ключевую роль в выживании и победе на поле боя, потому как в игре делается упор на важности командной работы, демократии и свободы. Pacific Drive. Игра на выживание с элементами рогалика. Игра основана на сессионных гонках на автомобиле. Автомобиль единственный друг и помощник в этом опасном Тихоокеанском регионе. Все реалистичный мир наполнен аномальными зонами. Каждое путешествие в пустыню сопряжено с уникальными и странными испытаниями. По этой причине после очередного приключения вы должны модернизировать машину в гараже. Это заброшенное место послужит домом, базой и убежищем. До появления героя здесь уже кто-то жил и оставил после себя множество полезных инструментов. Используя транспортное средство в качестве спасительного круга, игрок разгадывает давно забытую тайну, пробираясь в самое сердце зоны отчуждения. Необходимо совершать набеги, но будьте готовы к различным сюрпризам. Персонаж еще не совсем знает, с чем ему предстоит столкнуться. С экспериментами правительства, выходками страшных монстров или аномальными природными явлениями. Когда-то этот полуостров был центром туризма, но сейчас здесь кромешная тьма. И лишь старая мастерская свидетельствует о том, что еще совсем недавно здесь кипела настоящая жизнь. Теперь этот полуостров превратился в пустыню. Stellar Blade – это захватывающая стремительная игра, действие которой происходит в мире постапокалипсиса, где человечество находится на грани вымирания. Сюжет вращается вокруг группы выживших, которые пытаются выжить в мире опустошенным чудовищными существами, известными как Антивы. Игрок берет на себя роль молодой женщины по имени Ева, которая является последней надеждой человечества. Вооруженная искусственным интеллектом, она должна пробираться через полчища злобных врагов, чтобы раскрыть правду о катастрофе, постигшей ее мир. Геймплей представляет собой ограниченное сочетание экшена третьего лица и ролевой механики. Игроки могут настраивать способности и оружие Ева в соответствии со своим игровым стилем и разнообразием типов врагов, что позволяет сделать игру свежей и интересной. На протяжении всей игры геймеры встретят разнообразный состав персонажей, включая спутников Евы, которые будут помогать ей в путешествии. К ним относятся бывшая солдатка Хана, загадочный ученый Доктор Ким и харизматичный лидер лагеря выживших Джек. Помимо увлекательного сюжета и хорошо реализованных персонажей, есть целый ряд потрясающих окружений, которые игроки могут исследовать. Игровой мир богат деталями и полон скрытых секретов и сокровищ, которые игрокам предстоит обнаружить. Наконец, есть множество режимов, включая одиночную кампанию и многопользовательские режимы, которые позволят игрокам объединиться с друзьями для решения самых сложных задач. Если вы любите динамичные действия или захватывающие сюжеты, это обязательная игра, которая увлечет и развлечет вас на долгие часы. Songs of Conquest Это пошаговая стратегическая игра с пиксельной графикой. Эта игра вдохновлена сериями Heroes of Might and Magic и Total War. Вы сможете активно строить свое королевство, создавать армию и брать под контроль невероятно сильных магов. Вам также придется вести напряженные бои с монстрами, постоянно оптимизировать цепочки зданий и разрабатывать особые стратегии, чтобы успешно справляться с армиями ваших врагов. Создайте армии и контролируйте могучных волшебников, которых называют одержимыми. Вы должны активно искать добычу, сражаться с многочисленными монстрами, оптимизировать стратегии и строить порядки. Это классическая стратегическая приключенческая игра и здесь бой является основной частью игры. Вам предстоит набирать войска и командовать ими во время сражений. А объединив владения с сущностью армии, можно будет получить доступ к самым могучным заклинаниям. Палворд – это захватывающая многопользовательская игра-песочница на выживание, действие которой происходит в фантастическом мире. Здесь обитают уникальные существа пал, такие как легендарные покемоны. Эти существа имеют множество функций и выполняют любую задачу по вашему приказу. Вам будет отведена роль тренера и вы сможете обучить своего пала даже самым сложным задачам. Исследуйте окрестности, собирайте домашних животных и ищите естественные места обитания. Вам придется противостоять браконьерам, которые занимаются незаконной и жестокой деятельностью. Сражайтесь с бандитами и не дайте им проникнуть в лес, где живут палы. Вы будете сражаться с помощью своих питомцев, которые достаточно сильны и хорошо обучены, чтобы сражаться с вооруженными людьми. Ваши питомцы также будут играть важную роль в домашних делах, таких как строительство дома и обработка почвы под посевы. Вместе с ними вы можете создавать деревни и города, в которых вы будете жить счастливо. Придумайте необычные способы использования своего приятеля или тренируйте свои навыки, чтобы вырастить отличных помощников. Dark and Darknet. Эта многопользовательская фэнтези игра погружает игроков в самое сердце мрачного средневекового мира, сочетая в себе захватывающие элементы подземелий и стратегический геймплей с добычей. Виртуальное царство, расположенное в таинственном подземелье крепости, кишит грозными монстрами и несмертными сокровищами, ожидающими своего часа. Привлекательность заключается в разнообразии восьми классов персонажей, каждый из которых обладает уникальными навыками и умениями, что способствует созданию альянса с друзьями или жесткой конкуренции в борьбе за победу над трудностями, скрывающимися в тени подземелья. Выживание в этой неумолимой среде требует принятия взвешенных решений и эффективного взаимодействия с товарищами, ведь последствия неудачи очень серьезны и приводят к потере всего нажитого непосильным трудом имущества после смерти. Поклонники жанра фэнтези могут рассчитывать на постоянное развитие и погружение в атмосферу, потому как это игра, на которую стоит обратить внимание тем, кто ищет захватывающее путешествие в глубину темного фэнтези. Это был мой топ 10 игр за первую половину года. Какие игры из этого списка вам больше всего понравились? Пишите об этом в комментариях и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч и всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok